ты четыре с половиной тысячи апнул в ноябре при помощи бустеров party и не и что неправда на дота бафе все видно что там видно что видно что последняя игра party было на ком рейтинге на 3 800 с 3 800 до 4 с половиной тысячи были игры в party нет все и заткни просто вонючая просто заткни его на 700 мм ра в соло игре 3 стыка подписоты он за души рак продался тебе я не платил ему я не платил ему день блять что-то у рассказываешь да блин если человек снимает ролик значит это по факту все с этим диваном забей на него диванов много а ты один . кстати елку уже поставишь для ребят вообще времени нету будет елка вы прям сильно хотите елку что ли так ребят на из играешь глава зашел на 7200 было такое было было играл вот этот момент я помню это называется мастер-класс это называется мать это было такое такое будете делать на это означает что вы хорошо играет делает что сф мог спокойно тебя убить если бы нормально зато мелко стрекаем а просто за секунду до ее окончания прожимаешь ульт и добиваешь жагера кайлами ты сам ошибся на этом моменте просто из-за неопытности враг не смог тебя за это да блять может быть я просто слишком опытный не ну подожди 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 мне уже не нравится этот ролик нахуй какого хуя блять подожди во-первых во-первых ты говори что он я мог убить нет то меня типа бить нет 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 Знаешь почему? Знаешь почему? Потому что как только он кастует ульту, я отхожу от него, всё Затаймить, он бы не затаймил здесь никогда в жизни Он нажимает ульту, я вижу, что он её оставляет Я отхожу, всё, он ультует, я убегаю просто, он остался без ульты Он мог здесь выжить, но убить меня он здесь не мог Ну ладно, это были дефолтные 4К ММР, где зачастую обитает герой сегодняшнего выпуска Однако на одном из последних стримов голова чешил отправиться на свой мейн аккаунт На котором, между прочим, 7200 ММР Было Давайте посмотрим, сможет ли он также байтить раков, но уже на более высоком уровне Было Вы давно просили, вы долго этого ждали, и этот момент настал Легендарный сериал про Головача возвращается И сегодня я расскажу, как прошли его недавние игры на Хай ММР Затягивать со вступлением я не буду, а лишь напомню, что если ты... Там одна успешная была сразу, спойлер То давай наберём под этим роликом 20 тысяч лайков Можешь поставить его при файре, ведь впереди тебя ждёт много интересного контента Бля, поэтому я тебе как... Бля, надеюсь не поставили Как игрок, который пробовал, я тебе расскажу Хвоина игр будешь пробивать на 7к Просто потому что Я буду доблку какой-то бегать на жетонах Зато хуй так и будет фармить, бля Всю игру мою лес ебаный Может ты че-то сделаешь полезное, бля Долбки ХАХАХАХАХАХАХАХАХА Ну а начнём мы сразу после небольшого объявления Вы наверняка уже успели заценить Фростевус Это новогодний вент отвалов, где можно выбить огромное количество крутых сетов Включая давно забытую Аркану на ВК И Тиан, как и многие из вас, прекрасно понимают, что Этот рейтинг точно соответствует его уровню игры И отыграет он там точно не хуже остальных Весь стрим, ну, если вузы будут Как-то чувакам жалко уруинить катки Все-таки они за этот рейтинг потеют Я понимаю, что я, типа, играю на этот рейтинг В первой игре головач пикнул Вайда Сейчас это один из самых сильных керри на хайп ТС Который еще очень неплохо смотрится против антимага Ему саппортил по-прежнему имбалансный тренд А против стояли Слордар с Баррой Слордар не очень при... Не, подожди, а, типа Типа, сейчас, вот если сейчас здесь будет то, что Слордар Типа, обычный герой, блядь А Бара это тоже обычный герой Я просто охуею, блядь У меня тогда, блядь, предвзятости этого ролика Ну, типа, оно, блядь, максимальное Ну, типа Он играет на имбалансном войде С имбалансным трендом А против него стоит Слордар и Братрум Такой же имбалансный герой И Братрум, такой же имбалансный герой Два имбалансных героя стоит Приятно, однако вместе с трендом ланник должен пройти плюс-минус неплохо уже на первой минуте головач ловит стан который наносит ему целых 50 урона и решает поражать time волк в это время тренд байтится на куру и враги понимают что для них это легкая мишень помешать этому головач никак не может поэтому просто нахуя он идет просто скажи вот человек на 7 кмр играет писаешь 7 кмр вот такой вот чел просто взял забатился на куру вот просто вы просто дайте разбирать момент подождите мы что мы сейчас видим мы сейчас видим что 7 кмр саппорт идет в пачку крипов в двух героев на первом уровне бить курьера я даже не уверен что он с одного удара его убьет по-моему не убивается одного удара или убивает в эту похуй даже убивает типа он идет в пачку крипов в двух героев убивать курьера 7 кмр что фотографирует закат я такого долба еба только сфоткать и больше ничего с ним не остается затем головач показывает мастер-класс ласт хита добил и продолжает потеть на линии бывает я потею ссоре не хочу руинить пацанам катку причем потеет настолько сильно что спустя пару минут зарабатывать свой первый килл ну-ка еще через несколько минут чтобы усложнить игру головач первый раз видит стоит понимать что на этом моменте он видел вражеского бару и поэтому мог забежать поглубже под один либо как минимум переключить пт на силу но в его оправдание можно сказать что врагам повезло ведь баре выпал башь с первой же тычки и как всегда мой саппорт в проеме принимает гениальное решение полететь в топ где в это время находится антимаг жакира враги сразу же на него нападают поэтому чтобы выжить ему приходится потратить хрона опять на меня бежит он просто меня бежит на файт кликом чему ебаная блять далее нами проводят хороший файт миди ломают т1 и втроем заходят в тройку смотрите это все видно на варде сперва туда забегает антимаг затем жакира а после еще и бара когда головач проходил мимо у него прямо перед глазами находился еще один жирный намек что забегать стройку не стоит это на пол экрана лежащая макро пиро однако даже она его не останавливает черный стремились что это если не ржать и еле улыбку сдерживает смеяться не на чем я по факту просто говорю что я знаю что сказать я помню эту игру своим обидчиком поэтому как только враги допустили ошибку им сразу на голову прилетела красивая хроносфера ну 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 вот она вот и что это не 7 каждый хочет сказать нихуя себе минус 3 блять просто минус 3 блять кто синицировал блять вам наверняка интересно что же пойдет не так команда головача решает зачезить темп ларку и попадает под не менее зрелищный проказ жакира тем не менее главный герой может спокойно выжить если просто прожмет таймволк но задача не самая простая и серёга не справился с управлением бывает бывает сложный момент первая игра как вы уже догадались выдалась непростой на 16 минуте антимага было 13 тысячный творца а у нас 0 всего 5 поэтому после еще одной неудачной драки в миде у рейдент упал трон головач все время 15-0 учела 15-0 блять на антимаги прикинь 15-0 а подожди стой а кто против него стоял кто против него стоял кто до убоёбы с харды блять так ну может быть не я въебал эту игру я я ее просто не смог выиграть заруинили до убоёбы с харды учела 15-0 блять на антимаги 15-0 блять как он сделал 15-0 блять просто скажи мне пожалуйста делал акцент на видящего дома хотя его 7 км игроки на творцов их команде здесь мог быть потенциальный камбэк но ему в какой-то степени помешал майнсет главного героя ведь головач в таких ситуациях почти всегда критикуют своих тиммейт да я хрупкий балл сделать несколько грамотных колов и попытаться поймать противников на ошибки посмотри на антимаги пойми как должен играть это дело не в антимаги чел тут дело не в антимаги ты мне скажи откуда вот это уютки взялось вот это на повышу с линии 0 4 на пятой минуте дело вовсе не в антимаги понимаешь чем прикольно да фактаются донести мысли что раз ты на 4 к играешь средне то на 7 к саппорт 9100 ммр это примерно как 5000 ммр кэри но это я так перевожу просто на цифры чтобы было более понятно то есть если девять тысяч чего пишете по саппорт 9100 ммр то есть это примерно как 5000 ммр в доте нормальный и он мне пытается рассказать как надо играть на 7 к ммр блять но это просто пиздец смех ёбаный ты посмотри на себя яма причем причем здесь я причем здесь я чел причем здесь я на что ты хочешь сказать что это нормально что чел стоит на 7 кан и творц на пятой минуте нахуй дуба или как тебе объяснить чел стоит на 7 кан и творц на десятой минуте это не из того что какой-то киберспортсмен и игрок блять а это потому что два долба его нафидели блять в некст игре серёга пикнул сигнатурного фантом лансера линия снова выдалась не из простых так как против него стоял тимбер с дазлом как только тимбер апнул левел 4 дазл оставил его в соло и точно таким же образом поступил саппорт головача прогнать тимбера точно не получится поэтому будет профит не оставить своего керри на full xp а самому в это время купить быстрый соло тем не менее головачу такое решение не понравилось серёга видел как дети отжали у тебя коляску и на ней как саргамака скатывались сборки ты чушпан ты чушпан и хотя на спину плевал на хуй чен просто постоял пару минут и с вообще на пусть линия главный герой остался недоволь не подожди 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 вот давай вот просто сейчас разбор что можно было сделать такой ситуации вот эти по виде что дазл покинул линию и ты такой бля я в ответ тоже уйду и чего получается что но тимберу ему в кайф стоять одному он двойной экспу лутает ему в кайф правильно что в ответ можно было сделать у тебя есть ближний стак просто пульт туда постоянно пачку крипов она будет постоянно убиваться об крипов мы просто его обгоним на целый уровень нахуй он будет он пожрет говна блять я буду стоять на линии он меня не убьет потому что у меня есть чен который меня хилит и спасет и мы еще пулем пачку просто не даем ему фармить все охуенно выиграли линию я вышел супер огромный пошел дофармил себе диффуза разъебал этого тимберсава купил аганим выиграл доту в чем проблема зачем уходить ну ты понимаешь что мы тимберсава не убиваем мы его не убиваем но есть возможность просто чтобы я хорошо стоял я не буду стоять один на один против бирсава типа норм линию никак вообще ну никак такая дота блять у посмотрите героя у него реген блять на четвертом уровне нахуй там как будто у него два вангварда блять куплено это просто ебанутый герой у меня просто забьет запушит и под вышкой ёбнет ты просто оставляешься у кэрена кэри наверно верную смерть блять и потом что-то пиздишь про то что ты можешь там типа тебе заруинили игру лишь по факту я сам зарунил сам себе блять своей бездарным мувом просто у тебя у тебя в лес блять оставя одного героя на линии блин хотя ему оставили довольно большую зону для фарма и на протяжении пяти минут его вообще никто не трогал но начиная с 11 минуты в топе стал на постоянной основе бегать с ларк причем у него были не самые добрые намерения диффуза учила 0 помощи думаю все и так понимаешь что ключевую роль спасение серёги сыграл чен кстати на этом моменте головач не доиграл ведь он мог развернуться и дать ларку хит спасивки это был бы очень хороший килл но главный герой не только не воспользовался моментом но еще и пропустили хит спасивки это обосрался блять блять говна нахуй вылетела блять за секунду знаешь сколько блять развернуться не они а что ты здесь показываешь я никак не добиваю я никак не добиваю тычка с этого с т2 вышки блять забирает с двух ударов крипа мне чтобы убить надо блять его три четыре раза ударить как я его забираю блять как я забираю крипа внутри раза мне надо ударить типа я никак не забираю Давайте наконец-то научим Головача добивать катапульту по Т2 вышкой Для этого надо просто подождать пока Тавр нанесет ей 2 удара, а затем дать ласт хит Вот так все на самом деле просто Возвращаясь к игре Головача с ***кой Для этого нужно научить Головача добивать катапульту по Т2 вышкой Давайте наконец-то научим Головача добивать катапульту по Т2 вышкой Для этого надо просто подождать пока Тавр нанесет ей 2 удара, а затем дать ласт хит Вот так все на самом деле просто Нихуя просто, блядь, ласт хит с этого, с этой хуйни даёшь, блядь. А ты пробуй просто без вот этой хуйни дать. Возвращаясь к игре, Калавач абсолютно не понимает, что ему в ней делать. Конечно, что здесь делаешь, что-то игра проиграна, всё. Что ты здесь делаешь? Я стою против Сварка, который меня в соло убивает. Лес я фармить не могу, потому что его нету, блядь, там Чен фармит. Снизу челы играют, они там, блядь, фармят какую-то хуйню, блядь. Где играть? Линия обосрана, блядь, огромный тимберсав и Сварка огромный, блядь, выходит ещё. Правда, на этот раз спасительного Чена рядом не оказалось, поэтому Серёга отправляется в своё самое любимое место. Таверну. Пока его тиммейты камбэкают, делая минус 3 в миде, угадайте, чем занимается Галавач. Он резается, летит в топ, даёт гениальное копьё в крипа и снова умирает от соло Сларка. Да как ты заебал, блядь. Ну хопаните, блядь. Ебать, я вот там бью, блядь, просто 2 часа бил. Ну блядь, роды, нахуй, блядь. От базы, блядь, до крипов фидит, блядь. Здесь вон стою всю игру один, блядь, на линии никого нету, просто никого, блядь. Просто один стою, никого нету, блядь. Причём, чтобы вы понимали, я не поленился и загрузил реплей, чтобы выяснить, какие у него были альтернативы. Всё это время была свободна союзная тройка. Тут можно фармить сразу 2 стаканшей, большой кэмп и толкать линию, которая постоянно отпушил кто-то из врагов. Ой, моя команда. Там Акс сраный бил тройку и все остальные тиммейты. Там вся, всю игру была занята, там не было фарма вообще никакого. И смысл туда идти, если там также зайдёт какой-нибудь сап или какой-нибудь тимбер сап и меня ёбнет. Ни одного тп нету, как видишь. Убивают кора под вышкой очень долго, блядь. Ни одного тп не делают. Было полететь на аванпост, занять нижний лес и поставить там для себя вижн. Тоже довольно дефолтная практика на хайпптс, и в этом месте тебя вряд ли будет кто-то искать. Несмотря на это, команда главного героя не собиралась сдаваться, и к 17-й минуте ей удалось отыграть почти всё преимущество. Предлагаю посмотреть, как на данном этапе игры обстоят дела по надворцам. Сларк имеет 9 тысяч золота, а голова чуть больше 5. Это если что, восьмой результат среди всех героев, и меньше денег имеет только 2 энеми саппорта. Ну как меньше, цемка имеет почти столько же. Я понимаю, что я типа играю на этот рейдинг. Также голова часто делает... А подожди, а сколько? ...восьмой результат среди всех героев, и меньше денег имеет только 2 энеми саппорта. Что-то у меня не укладывается в голове. Стой, подожди. Он говорит, им удалось отыграть всё преимущество. То есть я вот сейчас открываю надворцы, и где мы тут отыграли всё преимущество? Магнус 10к, этот, блядь, 9к, этот 9к. У нас 8, 7, 6 и 5. Как нам удалось отыграть всё преимущество? Я что-то не понял, блядь. Может у меня с математикой что-то хуёво? Чуть больше 5. Может у меня реально с математикой всё хуёво? Ну, тут просто даже если посчитать, у нас здесь преимущество, блядь, тысяч 5, ну как бы проёбываем. Это какая минута, блядь? Я понимаю, что я типа играю на этот рейдинг. Также голова часто делает акцент на счёт своих тиммейтов. Сколько там? 1, 4, 0, 3, 0, 4. Я говорю... Да, да, а что? Не, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Давай посмотрим, давай посмотрим. 7к ММР, 10-ая минута. Головач 1, 1. Головач 1, 1. 1, 4, 3. Горька, 0, 4 аппарат, 0, 3 тренд. Который, помните, под две пачки, блядь, шёл... Ой, под пачку крипов, блядь, в двух героев шёл курьера убивать. Помнишь, нет? И типа я это должен был выиграть, что ли, блядь? Ну типа, блядь, 8-0 антимаг на 10-ой минуте. 8-0 на 10-ой минуте. А как это выиграть? Как? Как это выиграть? Подожди, как? Ну типа я вышел 1, 1-1. Счёт у меня, 1-1. Отстоял линию. У меня нету 8 килов. Просто у меня не стояли долбоёбы, как у меня в тиме. Которых я просто с пачкой крипов, блядь, убивал. Байте на курьера, блядь. У меня таких не было на линии. Почему здесь такие долбоёбы попались? 3-0-4. Я говорю, рейтинг это полная хуйня. Это полная хуйня. Я ещё раз говорю, рейтинг это полная хуйня. Всё, что ниже 11 тысяч ММРов. Ну ладно, типа 10 тысяч ММРов. Всё, что ниже 10 тысяч ММРов, это полная хуйня. Там сидят ебаные анскиллы, которые сидят гриндят. И может быть чуть-чуть лучше играют, чем люди на 5К. Чуть-чуть лучше. Чуть-чуть. Но они так же хуёвые. Они так же хуёвые. Сильные игроки только 10 КМР. Вот 10 КМР выше, всё, сильные игроки. Ниже это такие же долбоёбы. Там такие же долбоёбы сидят. Я вам серьёзно говорю. Если никто не играл на высоком рейтинге, вы думаете, что там пиздец какие-то ёбери жёсткие. Там просто типы сидят, у которых по 20 тысяч часов в доте. Они типа якобы, блядь, сильно играют. Но по факту нихуя. По факту нихуя. Если у тебя будет сильная команда, у них будет чуть слабей. Вы их просто размажете, ты их даже не почувствуешь. Там 7 КМР, блядь. Если у тебя долбоёбы, ты никак в жизни не выиграешь. Ну, типа, это факт. Это просто факт. Командная игра, блядь. Пока что по этому показателю выделяется только он. Пятёрка Чен имеет КДА 7-3-2, а Головач 1-3-0. То есть за 15 минут игры он не принял участие ни в одном командном убийстве. Зато через пару минут он снова решил полететь в топ, где в очередной раз нафидил вражеского Керри. И если до этого момента ему никто ничего не говорил, то после трёх смертей от соло-героя, тиммейты начали подозревать что-то неладное. Сырюнь, ну, объективно, твой уровень 2К. Лучше не мучай жопу или... Иди нафиг сюда, сейчас донаты повышу, блядь. Один к трём параша с палкой бегает. Не повёлся. Не, а мне негде фармить. Мне просто негде фармить, блядь. Во, 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 вот момент, вот момент, вот момент, вот. Вот момент. Типа, тройка свободна. И что мы сейчас видим? Подожди, вот, вот чел говорит, тройка свободна, то легко можно идти фармить. Что мы там видим? Сейчас, 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 сейчас. этот момент будет. Ну, я, мне негде фармить. Мне просто негде фармить, блядь. Блядь. Ну, я, мне негде фармить. Мне просто негде фармить, блядь. Что мы тут видим, блядь? Да заебало покажи нахуй! Мне просто негде фармить, блядь. Что мы тут видим? Вот она, тройка. Вот она, тройка. Здесь бегает Акс и бегает Чен. Где здесь фармить? Где ты здесь будешь фармить? И тем более, древних крипов не так легко фармить, блядь. Короче, я ебал, он специально какую-то хуйню снимает, блядь, просто пиздец. Ну окей, я качаюсь, сейчас он сюда придёт, как разница, ему не проблема прийти. Подожди, подожди, то есть в этом ролике, в этом ролике не будет игры, где я на спектре выиграл, да? То есть подожди, я сыграл три игры на спектре, ну на 7200. Две я проиграл и одну выиграл, и он типа выигрышную не вставил, да? То есть он только вставил, где мне чел 8-0 вышел на антимаги, выиграл за 20 минут. И вот эту игру, где я один стоял против имбирсава, да? А, прикольно. Просто с линией, блядь. Тебя когда ебут в доте, тебе с каким запотом больше нравится? С клубничным. Топ-1 саппорт. Ладно, я даже это смотреть не буду, тут нету спектры. То есть я думал, там будет честно, типа он такой разберет три игры, ну типа я сыграл три игры на 7200, одну выиграл и две проиграл. Я думал, типа тут будет честный разбор, скажут, вот смотрите, он там две проиграл, в одной антимаг 8-0 выиграл. В другой, блядь, у него не повезло, там на линии хуёвый тип попался, который фармит на этом, как его, на говне, блядь, бегает, всю игру фармит. И третью он выиграл, блядь, на кэрри в соло просто, но нет, он просто её не вставил, ладно, похуй. Короче, я её знал бы, просто не смотрел вообще даже. Охуенный ролик. И кто-то писал мне, что там, типа, что-то интересное будет, долбоёбое. Просто, просто долбоёбое. Ну я думал, типа реально, я же сыграл три игры, две проиграл, одну выиграл, я думал. Ну сейчас здесь будет разбор, типа, как я две игры проиграл и одну выиграл. Скажут, вот он, одну выиграл, смотри, блядь, на 7200 чел зашёл, доказал, что он 7200. А её просто не вставили, поняли, нет? То есть её просто не вставили. Её просто нету. Её просто нету. Хорошо, ладно. Сейчас, у меня есть одна хуйня. Сейчас, секунду. У меня есть тоже один ролик, сейчас. Давайте. Я отменю поиск, сейчас я вам покажу. Если эта игра ещё доступна. Все можно посмотреть. Бездарь, хватит плакать. Прими, что ты трика, ММР, а не пища. Так, подожди. Ну, типа, сейчас, секундочку. Сейчас я вам покажу одну игру крутую. Если она загрузится, я просто не знаю, типа, сколько с момента... С момента игры, сколько игра хранится, типа, ну вообще в доте. Наверное, её уже просто нету, невозможно загрузить. Короче, я просто покажу вам статистику этой игры. Чтобы вы просто примерно поняли. Рассказываю. Короче, я зашёл в доту. Посмотреть, типа, на доту ТВ про игры. Короче, смотрите. Показываю. Зашёл в доту, такой, думаю, открою про игру. И челик такой стоит, типа, как раз воет. Я думаю, бля, охуенно. Посмотрю, воида от игрока крутого. Я такой смотрю, он просто стоит. 0-1. Типа, вот смотри. Он стоит на третьей минуте, на третьей минуте. У чела нету ночи. То есть, его просто днём Найт Сталкер просто убивает. Просто убивает один раз. Потом появляется ночь. Второй раз. Потом. Третий раз. Десятая минута. У челика 2-900. 2-900. 2-900. Дальше я такой смотрю, думаю, ну, бля, сейчас камбэкнет. Это же легенда доты. 1-3. Ебать, пошло. 1-4. 1-5. 1-6. 1-7. 1-8. Да? Ну, типа... А сам прикол, что это Ютора. Ну, типа, это Ютора. Это Ютора. Понимаете? Чел пишет, такой же Акбайр, блядь. Чел, это Ютора, нахуй. Проснись, блядь. Проснись, это Ютора. Это Ютора. Это Ютора. Понимаешь? И что? И, типа, есть смысл судить по одной игре, о игроке, типа, ну, или что? Я просто не понимаю. У каждого бывает хуёвая игра. У каждого бывает долбоёб на линии. Типа, и что в этом такого? Такое бывает. Это дота, блядь. Проснись, это Ютора. Проснись 올라п Luftwemerkrk.